Всем привет! Стало известно, что Андрей Разин пригрозил Андрею Малахову и пообещал раскрыть все личные подробности из его жизни, если тот выпустит в эфир выпуск о легендарной группе «Ласковый май». Напомним, скандальный продюсер неоднократно принимал участие в судебных спорах, отстаивая честь своих воспитанников. На этот раз Андрей Разин сменил тактику и пустился во все тяжкие. Шоумен начал публично угрожать телеведущему Андрею Малахову, прикрываясь ошеломляющими данными. Об этом он сообщил в личном блоге в Инстаграм. Там представитель рассказал, что вчера ночью прошли очередные съемки в студии передачи «Привет, Андрей». По словам Разина, журналисты покусились на самое святое – группу «Ласковый май». Известно, что продюсер всю свою сознательную жизнь работал с молодыми и перспективными мальчишками. Андрею Разину подчеркнул, что все гости телевизионного выпуска и сам ведущий лишь очерняют часть и память о легендарном коллективе. «Андрей, имея в виду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Инстаграм, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся», – высказался шоумен. Более того, Разин сослался на некомпетентность российского телевидения, с которым уже несколько лет подряд он судится. Продюсер зарекся отслеживать программу с нотариусом и фиксировать ее для того, чтобы назойливые комментаторы не написали, что подобного репортажа не было в эфире. Напомним, что еще два года назад в эфире передача бывший участник группы Юрий Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему гастролировать, а сам под фонограмму исполняет хиты его голосом. Помимо этого, певец поведал, что продюсер шантажом добился того, чтобы стать крестным его ребенка, но при этом много лет не видел крестника. «Андрей, имея в виду, теперь ты получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства». Никогда, написал Разин в инстаграме. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.